Я вас, как обычно, категорически приветствую в парковой зоне. Сегодня мы будем вести небольшую съемку, вернее, начинать ее. О чем же пойдет речь? Давно напрашивался разговор про моду, про стиль милитари. И, как говорится, в любой посуде бывает последняя капля, и последняя капля, когда у меня возникло это решение, это, если так вот в кавычках назвать, приталенные страйкболисты. И ребята, которые занимаются страйкболом, у вас на 90% лучше, ну, не то, что лучше, вы нормально, есть люди там, но 10% я называю приталенные страйкболисты, которым надо все приталено, в общипку. Как в одноименном произведении про барона Мюнхгаузена, где две серии фильмов советских времен, где говорил тогда, по-моему, король, что сейчас в однобортном костюме никто не воюет. Так вот, я всегда вспоминаю. Мода, мода это оружие, безусловно, это оружие, которым умело манипулирует большинство людей. Они манипулируют не только сознанием, манипулируют и деньгами, средствами и тому подобное. Но вот скажите мне, кто бы мог представить 20 лет назад, я вот просто вспоминаю, 20 лет назад, если бы вот меня кто-то вот сейчас поставил бы и сказал, слушай, мужик, через 20 лет, всего лишь через 20 лет, бюстгальтер и трусы, милая женщина, не хочу вас обидеть, будут сценическим костюмом. Вдумайтесь. Я вот вот описываю, 20-25 лет назад, ну, может, 20 это уже начиналось, это 25-30 лет назад, нижнее белье станет сценическим костюмом. Просто бы покрутили пальцем у виска и сказали, дядька, ну, нездоровая у тебя фантазия, там, или еще что-то. И тем не менее, сейчас это действительность, сейчас это сценический костюм. Вы скажете, для чего я это все говорю? А говорю это для того, чтобы взбудражить ваше сознание, воображение. И представьте, что через некоторое время, если будет идти мужчина по улице с накрашенными губами, с подведенными ресницами, с покрашенными волосами, и, допустим, из каких-нибудь карманов специально сделанных будут торчать перья со стороны пятой точки, как у небезызвестного оперного певца, да? Сейчас это кажется фантазией, а почему нет? Может, это через 10, ну, не через 10, а через год-два будет обыкновенной реальностью. Вообще, на самом деле, что я хочу сказать? Вы увидите много веселых, интересных фотографий. Я немножко буду утомлять вашим рассуждением, но подоплека всего заключается в чем? Это, знаете, вот как червяк дождевой, рыбаки знают. По-моему, они гермафродиты. Это стирание, полностью гендерное стирание понимания между мужчином и женщиной. Мода в этом отношении, она имеет, ну, скажем так, одно из ключевых значений. И стиль милитари, который я исповедую, он тоже начинает трансформироваться. И далеко не в лучшую сторону. Обычно я в своей жизни ношу то, что мне удобно, в чем я себя чувствую комфортно, что меня не тяготит. Технически больше всего подходит для этих целей, конечно, стиль милитари. Но я предпочитаю стиль милитари тактического назначения, тактической экипировки. Ну, за редким исключением, вот, допустим, как вот эта куртка-бомбер на мне, старого образца, которую я периодически тоже надеваю. Что значит, как мы с вами, уважаемые друзья, коллеги, шутим? Тактическая, тактическая, как я говорю, трусы скоро будут, тактические носки, тактическая зубная щетка и так далее. Все кругом тактическое, но это не мудрено. Но я говорю про нормальную, продуманную, реальную тактику, которая применяется в городской среде и не только. Также я еще люблю одежду, которая хорошо себя зарекомендовала, комбинированного такого назначения. Это и туризм, в скобочках, бушкрафт, я буду говорить вместо слова бушкрафт, туризм, да? И, скажем так, тактического назначения. Может быть, и в этом отношении такой микс. Вот эту одежду я люблю. В ней комфортно, она очень отличается по, значит, половому признаку. Она, это я не хочу никого дискриминировать, есть, скажем так, женская одежда, есть мускай. Одежда. Что же еще меня вот сподвигло поговорить на эту тему, немножко вас повеселить. И если у вас когда-то была такая же ситуация в жизни, вы, пожалуйста, напишите в отзывах. Вот я, допустим, иду по улице, идет пара или там три человека. Они передвигаются. Я спокойно, внимательно так пристрелку делаю, смотрю на людей, как они надеты, что на них надето, как они выглядят. И я уже начинаю себе очень часто задавать вопрос, кто из них парень, а кто девушка. Особенно в парах. Вот идут два человека, они одеты так, у одного подкасанных штаны, у второго подкасанных штаны, у одного человека розовые кроссовки, у другого ярко-зеленые кроссовки. Вот они идут, там стрижки, там сережки, прически, макияж. И я пытаюсь понять, сперва я смотрю, ну, естественно, есть ли какие-то выступы со стороны груди. Понятно. Но в теплой одежде не всегда это можно идентифицировать. И я затрудняюсь определить, кто из них парень, кто из них девушка. Соответственно, вот меня это сперва веселило, а на самом деле это очень печальная история. Реально печальная история, которая отражается не только во внешних, в моральных, этических соображениях, но и так далее. Красивое дерево, красиво природа все создала. И все в этой природе гармонично. И не случайно мужчина отличается от женщины характером, обязанностями. Ну, что перечислять, каждый из нас знает. Вопрос, кому выгодно уравнять все это дело. Но мы сегодня говорим с вами со стороны одежды. Одежда, 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 его величество одежда. Давайте немножко от такой вот философии перейдем к чувству юмора. Я вам сейчас покажу, вы на экране увидите то, что предлагается мужчинам. Не в плане шутки, не в плане какого-то карнавала. А реально люди над этим работают, тратят на это миллионы денег в твердо конвертируемой валюте. Все это дело движется таким катком, укатывая сытые слои населения и передаваясь к нам. Кстати, почему я считаю, что нет разницы между сытыми слоями населения в моде и беднейшей части населения. По одной простой причине. Вы спросите, по какой? Да, все очень просто. Это вот как в стиле милитари. Допустим, вот знаменитые брюки Urban Tactical Helicon Text. Они есть за 180 рублей и за 75 рублей. По внешнему виду одинаково. Сшиты одно в одном месте, другие в другом. Одни из одного материала, другие из другого и так далее, так далее. Поэтому кто-то будет сходить из пятой точки, будут торчать перья дорогие. Перья очень дорогие, натуральные, из каких-то там экзотических птиц. А кто-то будет ходить с какого-то хорошего, дешевого, с дешевой распродажей, с искусственного материала. Но и эти будут с перьями, и эти будут с перьями. Главное что? Главное модно выглядеть. Ведь какая глупость. Вот любую чушь можно сказать, что это модно. Потратить на это деньги и вбить в голову, что это модно, это круто, это стильно. Пусть это будет кто-то посмеется, скажет, это смешно, безумие. Но я хочу быть на вершине этой пирамиды, выглядеть хорошо. Соответственно, я могу быть смешным, нелепым, не соответствовать тем понятиям, мирозрениям, которые созданы из нас, по которым созданы мы все, в частности на земле. И люди идут на это преступление. Я это не преувеличение, скажу, преступление, когда они свою совесть, честь, достоинство бросают в сторону, а на алтарь ложат вот это мнимое превосходство, отличие и тому подобное. Ладно бы, еще в мода была бы такая, знаете, какая-то красивая, практичная или еще что-то. Ну, вы сейчас сами все увидите. Так вот, то, что мы сейчас с вами посмотрим, улыбнемся, порассуждаем под веселую музыку, поверьте на слово. Сейчас мы улыбаемся, но это уже, представьте, дверь, завтрашний день, и в нее уже стучат, стучат по полной программе вот эти все люди с этих фотографий, с этого видео, которое вы видите, и просится к нам на улице. Ну, будем мы, как я люблю говорить, как 300 спартанцев, как воины, стоять на своем, сколько кому Бог отмерит на этой земле грешной, оставаться мужчиной-мужчинами, женщиной-женщинами и нести свой крест с честью и достоинством. Ну, а теперь немножко давайте посмотрим, ужаснемся, улыбнемся и еще раз порассуждаем. Это тоже стиль милитрии, и это, все это пока безобидные вариации. Это тоже мужественный парень, видите, какие тактические пончо одежда. Пожалуйста, вам и бомбера одеты на пинжак. Ну, вот это то, что у нас еще пока сохранилось, не уничтожено, если брать по городскому стилю милитрии. Думаю, недолго осталось этой классики. В умелых руках все можно уничтожить. А пока у нас есть возможность комплектовать себя хорошей, нормальной одеждой. Ну, если мы говорим о городском каком-то варианте. Вот эти вот все брюки, которые хорошо выглядят. Курточки-бомберы. Ну, а дальше... Дальше как в сказке, чем дальше, тем страшнее и веселей. В обязательном порядке, конечно, брюки должны быть, рванина, как ее называют в народе. Это еще все нормальные рубашки. Ну, вот он первый боец. Пошли наши любимые брюки. Вот, видите, еще один мужественный человек. Это все стиль милитрии. Вот еще один парень. Ну, тут тоже все ясно. Кусары. Кусары, к ним мы еще вернемся. Вот хороший боец. Ну, это еще терпимо. Верите? Мои любимые брюки. Джинсы и тому подобное. Особенно брюки в обтяжку. Как же я неравнодушен к этим всем моделям. Вот они, брюки, карманы эти бесполезные на этих брюках. И обязательно, вот не хочу никого обидеть, обязательно в стиль милитрии вот ребят, которые вот, бедные, немножко не доели в детстве. Резинки, 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 резинки. Давайте вот мы посмотрим. Парень с таким энтузиазмом, послушаем, рассказывает, как мужчина должен оголить свою ногу. Вот послушайте. 90 градусов. Потом вот этот вот шов, маленький шов, начинаем подворачивать. Подвернули раз. Ну, прям целая наука. Потому что второй раз. Подворачиваем второй раз. Вот так вот. Но со второго раза тоже нельзя. Да, запоминайте, уважаемые ребята, молодые люди. Если у вас не голые ноги, то правильно их оголить надо так. Подворачиваем носочек, носочек так берем и подворачиваем. И будет вам счастье. Обещательный подворот и голая нога. Вот она, вот она классика. Но это еще терпимо. Нормально так, да? Наверное, я так думаю, скоро Helicon Text такого вот плана цвета выпустят тактические брюки. Сумка у него правильная. Ну, вот она. Не поймешь, то ли человек, то ли бомж. И вот это. Это считается стиль. Ну, правда, тут не милитри, но мы сегодня говорим про брюки эти, которые подстреляны. Может быть, что-то сейчас узнает себя со стороны, глядя вот на этого парня. Или вот на этого. Ну, тут еще так. Полубеды просто чучело в таких кроссовках и в костюме. Ой, не хочу не обидеть. Каблоки, да? Мы видим наших мушкетеров. Видим, откуда ноги растут. И вот, смотрите, это же не сегодня придумано. Люди при боевом оружии тогда сражались, проливали кровь. Вот, пожалуйста, гусары. Это же просто трындец какой-то, да? Вот представьте такого военного сейчас. Или в перьях так, с кружевами. Ну, немножечко повеселимся. Повеселимся. Вот откуда растут ноги. Вот те, кто вот это все выдумывает, они, конечно же, и над стилем милитари тоже постараются его модернизировать. Видите, какие летчики, летуны. Вот, смотрите, даже как анекдот про Штирлицев. Что с парашют сзади. Пожалуйста, бомбер. Все ребята не промах. Почему я решил это показать? Ну, это вот эта разминка, это то творческое направление, которое будет модернизировано стилем милитари. Видите, какой. Вот тактический рюкзак. Можно сидеть, можно что-то носить. Вот пацан неудачно сбежал с больницы после перевязки. Что-то другое. Я не знаю, что тут сказать. Вот они герои. Ой-ой-ой-ой. Вот, смотрите, неплохой вариант, да, тоже. Такой модерн. Тут вам и все. И разгрузка, и все. И надо же, наверное, в туалет, наверное, сходить, не снимая штанов. Считается очень стильно. Вот с этим бойцом лучше в парке не встречаться. Он суровый, в розовых штанах, с правильной раскраской. Этот парень строгий. Это самая безобидная вариация стиля милитари. Это тоже, как бы, такая вот, микс одного с другим. Главное, что сумка тактическо-туристическая правильно приспособлена. Но это еще терпимо, согласитесь. Вот. Но тут без лишних комментариев. Бойцы. Кстати, этот, что слева, сейчас модная такая хрень, я не знаю. Главное, чтобы он на пять размеров больше рукава, как купирует. Вот тактическое пальто. Под ним вы можете скрыть все, что вам необходимо. РПГ, там, боевое оружие, там, все, что угодно. Тактическое пальто вашему служу. На сегодняшний момент бандана и борода, как вы видите, ничего не значат. Это просто пшик. Ой, Господи, помилуй. Но тут все без лишних слов. Как правильно сказано. Когда-то люди на рыбалку так ходили, а сейчас оказывается мода. И не удивляйтесь, если вы когда-то будете так же смотреть и думать, какой модный парень пошел. Опять-таки, я не удивлюсь, если через некоторое время вот такая вот форма будет у наших военных. Это, наверное, командир, а сзади подчиненные. Пожалуйста, вам. Есть коверт М-65, а это вот какая-нибудь будет. Куртка недоразумения 177 какая-нибудь. Вот издевательство, пожалуйста, над образом человека. Просто издевательство. Вверх и низ, если разделить, это две противоположности. Ну и вот, посмотрите, уважаемые мужчины, как вы сможете быть защитниками, если вы будете стремиться к такому образу? Как вы сможете двигаться? Вот на все на это глядеть хочется вот в таком головном уборе, не иначе. По-другому никак, по крайней мере, у меня. Ну и в завершении, конечно, сегодня не 23 февраля, но, тем не менее, немножко улыбнулся. Давайте попробуем подвести итог этого обзора. В начале было в планах, знаете, сделать что-то такое вот ядовитое с юмором. И многие фотографии, и многие видеоматериалы и прочие, которые просматривались, некоторые вызывали ощущение такого вот потрясывания. Некоторые мы смеялись до слез. От некоторых пробирала даже дрожь такая, ну, в конце концов, где-то до дна, тот уровень деградации, который может быть. И вот именно вот эту вот, скажем так, ту черту, как пилоты говорят, точку невозврата, мы решили не переходить, а сконцентрировались больше на том, как происходит мутация стиля милитари. И понимаете, почему мы выбрали направление, именно где-то городская тактика, где-то немножко, может быть, какие-то военные модели. Мы сейчас не говорим про туризм и брюшкрат. Именно потому, потому что там, где люди выполняют в этой экипировке или одежде какие-то, хотя бы даже минимальные поставленные задачи, она будет соответствовать профилю. Мужская одежда будет мужской, женская будет женской. Ну, и, естественно, на базисе, поскольку это городская экипировка, то одежда и прочее, то, естественно, она будет смотреться не только с обвеской, с какой-то разгрузкой или еще что-то, но и она в простом повседневном обиходе. А сейчас очень важно удобство, именно когда вы удобно, комфортно себя чувствуете. Ну, для определенного количества населения. И знаете, вот буквально сегодня, вот несколько часов назад заходит ко мне человек, вот мы здесь встречались, и он обращается с такой просьбой. «Может, у вас есть что-то вот на резинке? Именно на резинке?» «Может, у вас горки есть на резинке внизу и вот зауженные, чтобы не было широко?» «Я вот так вот смотрю, так вот, знаете, так…» «Только вот заканчиваю, закончили монтаж, только так думали, смеялись, думаю, и вот оно сразу вот». Я задал вопрос человеку, скажите, пожалуйста, вот у нас на резинке быть не может, объясняемо, понимаете, что вот на резинке, изделие внизу, если вы приседаете, двигаетесь, бегаете или еще что-то, она ползет вверх, там поднимается от лодыжки ввери и тому подобное, подобное. Ну, никак оно не практично, оно не сочетается. Это только мода. Вы же понимаете, что это мода. Он пожал плечами и сказал, «Да, я понимаю, это мода». Я говорю, «Так вы хотите, чтобы у вас было практично?» Я не говорю, что ужасно смотрелось или модно, а человек выбрал модно. Знаете, есть такой тест в психологии. Садят 10 детей и наливают каждому компот. Вот девяти человекам, деткам, налили компот сладкий, а десятому налили кислый. Но задача состоит в следующем. Каждый ребенок, отхлебнул компотика, должен произнести вслух, сладкий или кислый. Детки все поняли задачу. А первый раз – сладкий, сладкий. Второй раз – сладкий, сладкий. Ну, и как вы понимаете, так до девятого, девятый тоже глотнул компотика, сладкий, сладкий. Десятый глотнул компотика, кислый, поморщился, сморщился. И как вы думаете, что он сказал? Совершенно верно. Он сказал, что компот сладкий. То есть, если девять человек будут выглядеть как чучело, и кто-то скажет, что это чучело модно, престижно и тому подобное. Мы сейчас не говорим ни про функционал, ни про что. То девятый человек оденется и будет смотреть, что он как чучело, как тот ребенок, который выпил кислый компот. Но он все равно наденется, как эти девицы. Ну, не знаю, мы так устроены или еще что-то. И вы знаете, такое большое отрадо, когда и сложные экономические времена. Вы сейчас скажете, что ты там травы какой-то покурил. Чему ты радуешься, когда плохо? Когда от зарплаты до зарплаты люди живут и берут кредит, чтобы купить брюки. Я сейчас объясню, почему я радуюсь. Потому что, когда живешь в какой-то географической точке, где большие проблемы в экономике и так далее, мы сейчас про политику говорить не будем, то там людям не до фантазий. Там люди живут сегодняшним днем и пытаются использовать то, что под рукой. А там, где все хорошо, сыто, начинается у человека какая-то фантазия. И она всегда, недалеко не всегда в лучшую сторону срабатывает. Так вот, подстреленные эти укороченные брюки пытаются мужчины оголиться. Пытаются выглядеть и даже переплюнуть по внешнему виду женское население. И вот это все происходит, знаете, вот такое слово «унисекс». И в стиле милитаря он тоже начинает преобладать. И некоторые фотографии, которые были, просто я считаю, это оскорбление для стиля милитаря, я их просто не стал публиковать. И поверьте, в эти разработки модельеры и все прочее и вкладывают миллионы. Миллионы только для того, чтобы вышибить у нас из мозга вот это чувство. Чувство то, что у нас так Бог создал. Мы разные по гендерному понятию. Что еще я бы хотел как подвести итог. Я не хочу перегибать палку. Каждый человек имеет право на свое мировоззрение. Единственное, что давайте будем те люди, которые сохраняют в себе все те понятия, как по внешнему виду одежды, так и по своему повседневному поведению, в семье и все прочее. Вот мужскую часть населения, именно в прямом смысле этого слова, во всех проявлениях. Давайте будем нормальным примером для всех остальных. Ведь поверьте мне, если сильный не обидит слабого, правильно, правильно. Сильный защитит слабого, умный поможет более, скажем так, человеку менее сообразительному. Так и люди, которые несут вот такой вот мужской профиль по назначению. Давайте будем примерами всем остальным, чтобы нам, людям этим хотелось подражать. Именно мужчины, мальчики хотели стать мужчинами. Они проводили мастер-класс, как подкасать правильно брюки, и чтобы нога была голая. Для чего тебе, дорогой мой, голая нога? Кому ты хочешь убедить? Что ты этим добиваешься? Ну, парень, он просто заблуждается, понимаете? Пошел в лес и заблудился. Таких людей, их наказывать, там, щемить, гнобить не надо. Надо своим собственным примером показывать, кто ты есть. И поверьте мне, если ты сам нормальный, вокруг тебя окружение будет меняться в лучшую сторону. Это проверено не мной, это жизнью. Стиль милитрия меняется, и стиль милитрия изменится. И помните, с чего я начинал? Я никогда не думал, мне 30 назад, мне смешно было, когда я был, мол, пацаном, там, или еще что-то, что в трусах люди будут бегать по сцене, и это будет называться сценическим костюмом. И, тем не менее, это факт. И уже сейчас даже бегают вообще, наверное, можно найти, фактически, с веревками вместо материала, и это уже считается нормой. Поэтому все то, что вы посмотрели, полыбались мы с вами. И я думаю, это ближайшая реальность, которая нас всех ждет. Поэтому печально или это не печально, как с этим бороться? Вы пишите, высказывайте свои мнения. Высказывайте мнения, почему люди на этом зарабатывают деньги, почему очень модно в камуфляже штаны, которые в обтяжку, которые подстреляны, которые на резинке и тому подобное. Кому пришла мысль в голову вбить это, и почему люди этому следуют? В большинстве случаев, естественно, некоторые зарабатывают, это как коммерческий продукт. Продавать будут, и будут эти изделия находиться и в таких специализированных магазинах, потому что людям надо зарабатывать деньги. Что еще хотелось бы сказать? Вы видели, что это не ноу-хау 21-го, 20-го века. Я вам специально показал гравюры, рисунки, картины. Людей, которые начинают от мушкетеров и так далее, людей, которые обводили прекрасно шпагами, сохраняли мужское достоинство, но выглядели смешно. Я где-то даже прочитал, готовясь к обзору, что вот эти лосины, вот эти гусары и прочее, вот скажем, до гусаров, вот этот период, когда ввели позорище для военных, а мы знаем, гусары – это люди, которые отличались честью и достоинством, ну, видите ли, в какой одежде ходили. И даже вынуждены были намочить эти вот, я не знаю, лосины, правильно как они называются, чтобы надеть на ноги, иначе оно просто не налазило. Вот так потом оно высыхало, и ты вот ходишь как с голой жопой, со всеми, скажем так, причиндалами на обозрение, но это даже форма была, представляете, военная форма. Поэтому то, что сейчас происходит, это не деградация века нашего, эта история имеет цикл спирали, повторения. Единственное, что сейчас есть большая возможность быть более рассудительным, возможности большего выбора, работает информация по-другому. Друзья, делитесь вашим мнением. Я понимаю, что когда я хотел это всё сделать, сперва у меня было два варианта. Первый – это сделать такую хохму, посмеяться, ну, такую юмористическую. Я смотрел, я много смеялся, много было разного материала. Потом я смотрел, мне наоборот хотелось вот так, знаете, полоснуть и сказать, что да сколько же можно издеваться над всеми нами, предлагая нам выглядеть так смешно. А потом всё-таки я немножко подуспокоился и выбрал такой путь, как говорят, знаете, царская середина золотая. Вот. Что получилось, то получилось. Я просто высказал свою точку зрения. Не хочу никого обидеть, никому не навязывать её. Придерживаюсь старой концепции. Если ты что-то можешь, показывай это и старайся, чтобы вокруг тебя люди это оценили и стали не просто подражать тебе, а оценили это с разумной точки зрения и стали исследовать твоему образу жизни, твоим примерам. Будь примером для людей и все последуют за тобой. Давайте будем терпимы ко всему этому бардаку, ко всей этой беде, которая нас окружает. Попробуем это как-то пересилить. Ну, а что нас всё ждёт, я не сомневаюсь. Ждёт нас полнейшая деградация. Увы. Кому это на руку, тоже высказывайте, пишите. Всего вам доброго. А мы продолжаем исследовать стиль в милитаре. Продолжаем изучать мужскую одежду, экипировку. более, как бы, скажем так, профессионального, вот, система мне подсказывает, что верно, профессионального направления, ну, и периодически немножко добавляясь туристической, скажем так, мозаики. Всего вам доброго, мужества вам, крепости, берегите себя, хорошего здоровья, чтобы родные и близкие вас радовали. С вами по-прежнему ваш поклонный слуга Николай и Камушляш Бай. Продолжение следует...